Я приветствую всех почитателей жанра хоррор, с вами всё так же Сергей и мы продолжаем проходить игрушку под названием Dreadout. Очередной выпуск по ней нас с вами ждёт. Мы с вами оказались на новой локации после довольно душесчипательных происшествий в школе и перед началом просмотра я вам крайне рекомендую разместить на своих прекрасных ушах наушники для более глубокого погружения в ту атмосферу, которая происходит, которая точнее нас окружает, потому что происходит здесь всякое, мистическое и нехорошее. Тем временем мы неизвестно где, батарейка на телефоне постепенно садится и никаких пояснений на тему того, где же мы оказались, нам игра не даёт. Вот, я думаю, что это второй уже акт начался, всего их в игре должно быть три, нулевой, первый и второй. Ну вот так вот индонезийцы решили. Давайте осматриваться, осваиваться и думать, что же нам делать дальше, куда мы вообще идём, ведь мы продолжаем рыскать в поисках нашей группы, с которой мы прибыли в некий заброшенный город. Кстати, я вот тут нажал Escape и обратил внимание, что после завершения предыдущего акта у нас пополнилась автоматически призракопедия, и тут есть призраки, которых мы с вами не встречали. Некий призрак на мотоцикле. Незадачливый победитель местной мотоциклетной лотереи. Когда он услышал новость по радио, то он от перевозбуждения получил сердечный приступ. По-прежнему мечтая о мотоцикле, он остался бродить призраком по земле. В общем, есть мнение, что эти повышения, точнее, эту информацию мы бы получили, если бы отправились ночью в город, а не пошли бы сразу в школу. Но вот эту даму мы встречали, беременную, по-моему, ещё в нулевом акте, это первый призрак, которого мы встретили. Когда-то она была красивой девушкой, она была жёстко изнасилована её помещиком. После того, как выяснилось, что она беременна, местные прокляли её и похоронили заживо. Её мстительный дух разыскивает всех мужчин и их семьи, чтобы покарать. Считается, что ножницы и ножи, и гвозди могут послужить защитой от её призрака. Довольно жуткая история, но самая жуткая в этом, как обычно, реакция жителей. Изнасиловали её, а виновата, что забеременела почему-то она. Взяли и прокляли, и похоронили заживо. Ну, народный гнев иногда очень трудно понять. Некий молодой титан. Жуть какая хорошая, что мы его не встретили. Этих тёмных и огромных существ иногда держат в качестве хранителей, те, у кого есть сила их контролировать. Так, ну, а загадочная леди в красном, так скажем, сохраняет свою загадку ничего себе. Неповествуя. Ну, пойдёмте. Пойдёмте вперёд. Ау. Тут есть кто-нибудь? Дверь закрыта, тем временем. Так, и здесь мы никуда не проходим. Ага, зато вот здесь проходим. Автобус. О, это ещё что такое? Это что такое? Это что за тварь? Мы правильно делаем? Ох, да их тут целая куча. Так. Отстаньте от меня. Так, нам вообще есть смысл с ними бороться, нет? Так, не знаю, бежим. Надо... Что за перстки? Коротышки. Так, я не знаю, они нас, наверное, сейчас убьют, ребята. Они не дают нам выйти, кстати. Непонятно, чего они от меня хотят. Пусть они не дают подойти вообще никаким дверям и респаунятся прямо из воздуха. Ну-ка, разбежались. Ага. Ха-ха. Не ясно. Они, кстати, довольно быстро бегают, быстрее нас даже. Нет. Невозможно, они нас не подпускают туда. Ты че делаешь-то? Так, мы остались без телефона, ребята. Как же нам теперь бороться с призраками? Сумку тоже стырили. Понятно. Нас только что обокрали какие-то мелкие негодяи. Задание обновлено. Запись селинды. Давайте посмотрим. Так, вроде и нужно из комнаты закрытый шкаф. Внутри должно быть что-то важное. Да? Мы что-то пропустили важное? Так, это существо украло мои вещи. Нужно как можно быстрее вернуть их. Почему-то некоторые задания, и, собственно, так же, как призракопедия, не появились постфактум. Что-то важное якобы мы пропустили на предыдущей локации. Так, призракопедия, кстати, обдавлена. Опять же, видите, на что-то наступили, и оно сработало. Туюл. Эти крошечные существа обычные воришки. Туюла обычно действует по приказу хозяина, отправляющего их за вещами людей, не способных отказать им в этом. У нас с вами нет сумки. Нет телефона. Я думал, вдруг здесь что-то открылось, потому что мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда возвращение назад помогло. Ну ладно, можем идти вперед. Сейчас только посмотрим. Вроде тут где-то завалялось что-нибудь полезное. Какая-нибудь синяя аура засветится, и мы найдем медальку. Что, кстати, у нас с вами в инвентаре? А, ничего. Точно. Нас же обокрали. Ну, интересно, что нас ждет за этой дверью. Так, и путешествие по некой заброшенной деревне продолжается. Давайте будем осторожными. Мужчина. Так, мы... Так, здесь мы не проходим. Так, мы не можем, к сожалению, никаким образом присесть, допустим, и прокрасться менее заметно. Молодой человек. У него, по-моему, левая нога как-то неестественно выгорнута, вам так не кажется? Мужчина. Так, налево мы пойти не можем. Ну, тебя нафиг. Дяденька. Ух ты, елки-палки. Я не мог убежать. Так, куда-то. Нету. Не-не-не-не-не-не-не. Тварь какая, а? Что тебе нужно от меня? Насильник какой-то прок... Кстати, он похож на моего одноклассника. Так. У него школьная форма. Так, ну и мы это... Нас вырубили. Так. Не понял, что сейчас произошло. Лимба отдалилась или приблизилась к нам? Вообще, насколько я понял, вот эти предметы, которые у нас с вами были... А, ну у нас их сейчас с собой нет. Ну, в общем, вот эти статуэтка и кольцо, они вроде бы как помогают проходить лимба быстрее. Без данных предметов все было бы еще хуже. Но, возможно, потому что с собой на данный момент этих предметов мы не имеем. Испытываем трудности с преодолением этих препятствий. Интересно, найдем ли мы вообще наши вещи? Слушайте, ну он нас догоняет однозначно. То есть он, в принципе, бегает быстрее здесь. Дядя! Линда, так ты! Она стоит на него, пырится. Так, мы уже устали. Ах ты, гад какой! Отстань ты от меня, ну! Закрыто. Я не понимаю, то здесь действительно можно только методом проб и ошибок. Так, опять минус. Ну, мое мнение, иногда, если честно, здесь некоторые события абсолютно нелепы в этой игре. Ну, должна же быть какая-то ложка дегтя. Вот куда бежать абсолютно не очевидно. Есть вот это здание, мы в него забегаем. Оно еще, ко всем прочему, полно различных тупиков. Разумеется, не все вещи должны быть очевидны, и не все должно считываться моментально. Но вот в моменты погони, тем более учитывая, что у нас нет абсолютно никакого физического преимущества перед данным... Как его назвать-то? Зачумленный он зомби или морок на него какой-то кто-то наслал. В общем, маршрут должен выглядеть как-то понятней. Потому что времени осмотреться как такового нет. Плюс еще Линда тупит. Видите, как она глазеет на этого парня. Понравился, наверное. Ну, будем пока надеяться, что в том доме все-таки нас ждет спасение. Вроде бы там можно побежать направо. Ну, он хоть как нас настигает. Хотя бы один... Один раз. Так. Так. Неужели это то? Линда, закрывай чем-нибудь. А, тут его не видать. Вы посмотрите на это. У нас есть оружие. Ой, мы можем им драться. Ну, это, знаете, палка о двух концах, на самом деле. Это значит, что нам придется с кем-то драться. Задание обновлено. Донни окончательно спятил. Я должна сделать все от меня зависящее, чтобы не встретиться с ним и сбежать из этого места. Действительно, это наш одноклассник-одногруппник. Кстати, можем еще почитать кое-какие бумажки. Посмотрите, у нас дополнительно что-то появилось. Вот, по-моему, казни в кабинете мы не находили. Остальное мы все вроде бы как читали. Странный дневник читали. Флайер от Джинлотти читали. Это тоже. Так, это... Да. И это было... Кстати, похож на того самого призрака. Он был в галстуке. Это... Да, мы с этим встречались. Вот, казни в кабинете мы так и не нашли. Еще одна девушка была найдена мертвой в местной школе. Так же, как и предыдущие жертвы. Эти и Диан Саурти была найдена повешенной. На этот раз это случилось в кабинете 1D. Ага, смотрите. Эти, Диан и Суарти. Вот, чьи силуэты, судя по всему, мы с вами запечатлили тогда на колоннах. После заключения, что две предыдущие смерти были раздельными, разными случаями самоубийства, полиция официально заявила, что все девушки были убиты. Главный инспектор Яко заявил, у нас есть четкие следы убийцы. Ну, может быть, это директор. Ну, собственно, задание обновлено, но речь только лишь о том, что нужно сбежать и не встречаться с этим Донни. Какое-то, знаете, тут инженерное сооружение вокруг нас. Давайте будем аккуратными и будем слушать, что происходит вокруг. Донни, ты там? Велком. Ага, нет уж, спасибо, знаете. Светильники какие-то или какие-то... метеорологическая станция. Как резко начался эмбиент, я аж испугался. Только что была абсолютная тишина, а теперь... Секунду. Опять звук пропал? Звуки джунглей только что были. Все такое обкаканное, типа то, что птицы там любят посидеть. Пока я абсолютно ничего не слышу. Так, спокойно. Синяя аура. Это значит, ведь что безопасно, так ведь? Знаете, вот эта вот печатная машинка, если честно, мне напомнила о... Какую-то что-то она мне напомнила. Вот аптечка, явно какая-то отсылка, возможно, к Left 4 Dead. Так, мистическая статуэтка. Да, это та самая наша статуэтка. Но ведь у нас было еще кольцо. А колечко-то наше где? Кольца нет. Ну и синяя аура пропала. Это явно отсылки к чему-то. Если вы узнаете что-то из этой комнаты, дайте, пожалуйста, знать. Но вот эта аптечка, явно напоминает Left 4 Dead. Помните, там можно было забегать в комнаты, сохраняться, набирать снаряжение, и потом продолжать свой путь дальше. Я бы сказал, что вот эта камера и печатная машинка напоминают мне об игре Evil Within, но, по-моему, даже первая часть внутреннего зла, так скажем, зла внутри, вышла уже позже Dreadout. Хотя я могу ошибаться. Не помню точно, когда вышла первая часть. Но вот эти вот огромные ножницы, это однозначно, как мне кажется, Silent Hill. Забавно. Что вот это такое? Мы можем это взять? Скорее всего, похоже на некий приемник. Какие-то камеры стоят. Может, это декорации? Может, вся эта деревня? Какая-то пасхалка. Как вы думаете, хорошая идея подходить вот к этому товарищу или нет? Так, сюда мы не попадаем. Тихо. Вот это я, наверное, зря, да, наделал? Знаете, мне не нравится вот это затишье, если честно. совсем не нравится. Вот это я, наверное, И везде стоят камеры, действительно, похоже на декорации. пока никого не вижу и не слышу. Пока никого не вижу и не слышу. линда. Линда. Отлично. А это нам на руку. А, смотрите. А, смотрите. Вперед-назад мы ничего не можем делать, а вот ползтип на А и Д. Точнее, только лишь на Д. Камеры я не могу сейчас абсолютно абсолютно никак управлять. Так. Гата. Ну, ясно. полы у вас тут, надо сказать, не очень. У вас что, там в Индонезии фонд капитального ремонта не создавали, что ли? О, мерзавец, смотрите, с нашим телефоном. Ты гадета, что такое. А еще и типа это... Троллит нас. Так, анимация, конечно, довольно странно выглядит в данные моменты, но... Вот такие-то инди. Могу понять, это я такой неуклюжий или это так заскриптовано здесь все? Ух ты! Вот это прямо, это... Фильм про клятия. Да, с Доней явно что-то не в порядке. Линда, давай убегать. Какой-то конченный, короче, абсолютно псих. Да, какой-то палаточный лагерь, это беженцы. Ой, Линда, как ты быстро выдыхаешься. Он сейчас опять нам напнет. Я пытался уворачиваться, вы видели, но, к сожалению. Линда, Линда, давай. Беги! Ух! Из него что-то вышло. Он все-таки одержим. Так, это плохо. О, мое. Призрак, судя по всему, явно женский, нет? Но я уже перепутал однажды мужика с женщиной тут. Все понятно, они все одержимы. Наверное, то же самое случилось и с Ирой, когда мы только зашли в школу. и с Ирой. С Ирой. 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 скорее всего доне уже ничем не помочь но надо сказать что призрак нас не одолел к нам он не проявил большого интереса только лишь показал себя вставай линда слезами делу не поможешь что-то случилось что ли какие-то руки ноги палаточный лагерь то есть казалось бы что там в деревеньке стояли камеры были декорации потом словно лагерь неких беженцев а теперь я управляю но опять как-то все задом наперед здесь руки ноги будто бы действительно случилось нечто непоправимое у лежат трупы сейчас я управляю но только лишь перемещением вперед представьте только на секунду до будучи совсем одним оказаться вместе где постоянно происходят какие-то странные события необъяснимые если бы это на самом деле существовало только подумайте теоретической возможности оказаться в таком кошмаре страшно слышишь браслет какой-то или что это о камера а вот наверное с этой зеркалкой мы сможем пользоваться зумом да это то о чем говорилось там в менюшке понятно мелкота там продолжает судя по всему развлекаться с нашими вещами вы нашли слр нейрон ну да почти как никон только нейрон персонаж из древней мифологии современная зеркальная фотокамера нажмите f для вспышки q для переключения оборудования колесо мыши для масштабирования по умолчанию так ладно хорошо м для вспышки динейш фотографа получили мы достижение ага ну что твари ухты елки-палки это какой-то этот убер тюлен так 2 3 милашка 4 я сейчас что-то сбился 5 6 фух чтоб чуть-чуть он бы нас цапнул так призракопедия обновлена давайте почитаем так одержимый донни кстати можно насчет него прочесть информацию пока донни находился за пределами школы его телом овладела какая-то демоническая сущность то юл чан теньк смелый своем роде сильный но бессмысленный ну к сожалению зачастую так бывает и в реальной жизни окно это кто-то был вроде местного мини-босса что ли так наши вещички наша сумка со всеми вещами я так понимаю телефон хорошо задание обновлено мне нужно найти остальных надеюсь никто еще не сошел с ума но это в принципе да весьма глобальная задача по инвентарю да все наши медали на месте возвращен один из статуэток одна из статуэток артефактов но кстати не хватает колечко так и теперь мы можем переключаться между телефоном и камерой интересно в при каких обстоятельствах чем лучше пользоваться так здесь продолжает почему-то присутствовать синие аура хотя мы вроде бы как все подобрали ну давайте выходите из вагона а вот все таки мы нашли кольцо наше абсолютно если честно случайно вот так его и не видно потому что эти артефакты помогают нам помогают нам сокращать расстояние в лимбо куча велосипедных или мотоциклетных покрышек ну собственно идем дальше и мы с вами оказываемся на некой новой локации и мы с вами оказываемся на некой новой локации которая вновь отличается от предыдущих от предыдущих только на этот раз своей безлюдностью кричат уже петухи знаете это хороший признак это знаешь это значит что приближается рассвет приближается утро и всякая гадость должна по сути прятаться по своим нормам прямо как в сказках или как в фильме вий о приятно видеть солнце на самом деле после стольких минут ой 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 проведенных скитаниях в темноте так а что случилось с игрой а любопытный какой-то странный бак вот смотришь перед собой и такая история поэтому я стараюсь пока вот идти бачком любопытно так прошло некое сохранение и знаете наверное это хороший повод пока прерваться и попрощаться с вами до следующей серии может быть как раз мы загрузимся и ситуация с графикой наладится потому что вот это это нечто странное я вас искренне благодарю за просмотр данного эпизода дри даут он был не таким пугающим наверное как предыдущие но тем не менее мы с вами приходим к пониманию того что здесь происходит демонические сущности завладевают телами наших одноклассников где-то еще должен быть наш преподаватель что судя по всему действительно эту область накрыла некое стихийное бедствие какая-то катастрофа ну думаю мы подробности в дальнейшем произошедшего узнаем на этом я с вами прощаюсь увидимся в следующем выпуске не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить новинок ко всему прочему это бесплатно и не занимает несколько времени а для меня это хороший стимул продолжать дальше делать свою работу и радовать вас новыми выпусками ну комментарии лайки это все на ваше усмотрение в любом случае мне будет приятно если они будут с вами был сергей всем пока пока